Всем привет! Поздравляю с прошедшими праздниками и первое видео в 2020 году я хотел бы начать с обзора инновационных наушников от компании Apple. И это у нас AirPods Pro. Цена на них в официальных сторах 21 тысяча рублей. Вот чек об их покупке. И даже такая цена не отпугивает фанатов яблочной продукции. И прилавки магазинов в праздничный период были опустошены, а новые поставки начнутся только после 9 января. Мне все же удалось приобрести эти наушники и даже пару дней попользоваться, чтобы составить свое мнение, которым и поделюсь с вами. Посмотрев обзоры популярных блогеров на эти наушники, все как один твердят, это вам не нужно, деньги на ветер, AirPods Pro 1 и 2 модификации не хуже, а стоят дешевле. Действительно, разница в цене AirPods 2 с зарядным кейсом и AirPods Pro на момент записи видео в два раза. 11 тысяч против 21 тысячи. И у меня возникли сомнения насчет покупки Pro версии, так как платить за сырой продукт желания нет. А так как китайцы сразу после выхода AirPods Pro запустили станок по производству копий, и если учесть их опыт по копированию AirPods 2-го поколения, например, такие версии как i90000 Pro, i90000 Max, iR2, сравнение есть на канале, ссылки будут в описании. Это у них отлично получается. А обозревать копию, не имея оригинала, это как минимум недостоверная подача информации. Заканчиваем с предисловием и приступаем к распаковке. Как мы видим, коробка вполне обычная, на ней присутствуют стикеры с маркировкой информации. Наушники имеют серийный номер, который можно ввести на сайте Apple, ссылку оставлю в описании, чтобы проверить на подлинность и узнать дату выпуска, или воспользоваться гарантией Apple. Apple может удивлять даже в простых вещах, например, коробка. Много копий различных проверял, и везде приходится применять усилия, чтобы открыть ее. Тут же достаточно потянуть за крышку, не придерживая, и коробка откроется. Нас сразу встречает знаменитая надпись «Design by Apple in California». В этом конверте находится инструкция для любителей яблочных наклеечек. Тут их нет. Инструкция на русском языке. Содержит информацию о подключении и управлении функциями. Давайте их рассмотрим. В дальнейшем при тестировании пригодится. Одно нажатие. Это у нас play-pause. Дважды нажмите для перехода к следующему треку. Трижды нажмите для перехода к предыдущей дорожке или треку. Для активации Siri скажите «Привет». Переключение между режимами активного шумодава происходит путем нажатия и удержания кнопки. Вот так. Все, эти инструкции нам не нужны. Более. Отложим на данный момент кейс, рассмотрим позже. Также посмотрим, что у нас по комплектации. Комплект поставляется с Lightning кабелем. Apple до сих пор сопротивляется USB Type-C. Но по большому счету оно тут и не нужно. Вот в iPhone, конечно, да. Так как скорость передачи данных через USB Type-C гораздо выше. А заряжать и Lightning нормально. Так как iPhone по-прежнему заряжаются Lightning кабелем. И плюс сам кейс с беспроводной зарядкой. Чтобы не путаться в шнурах. Также в комплекте мы видим сменные амбушюры. Откроем. Для комфортной посадки наушников. В моем случае хорошо подошли стандартные. Определить это возможно как по собственным ощущениям. Так и через встроенную функцию проверка прилегания к ушам. Это мы позже рассмотрим. Здесь есть как S размер. L. И у нас средний, наверное, M размер. Давайте запручиваем. Они нам не пригодятся сегодня. По комплектации это все. Берем лишние коробки. Теперь рассмотрим кейс для наушников. Давайте достанем оба кейса для сравнения. Как видим, он стал шире. Но если перевернуть его, то не намного больше, чем предыдущая серия. Считаю такую форму достойной. На лицевой части имеется информационный индикатор. Снизу порт Lightning. На обратной стороне кнопка. Подключение. И металлическая петля. Открыть-закрыть проблем нет. Эти действия можно проводить и одной рукой. Делать это одинаково легко. Что в первой версии, что во второй. Потрясем кейс. На наличие люфта. Как такового люфта нет. Никаких посторонних шумов, звуков наушники не издают. Пошевелим крышку. В разные стороны. Слышны щелчки. И в прошлом поколении наушников также щелчки имеются. Здесь они более отчетливо слышны. Но как мне кажется, что это особенность конструкции с увеличенной петлей. Напрягает ли этот момент в повседневной жизни? Не думаю. Потребность так делать лично у меня не возникает. Но те, кто любит крутить кейс в руке, этот момент может огорчить. Кейс у вопросов лично у меня не возникло. Все хорошо, а петлю вероятно доработают уже в следующей серии. Вот и настал главный момент. Проверим инновации, которые преподнесла Apple своим фанатам. Это абсолютно новый дизайн. Теперь это у нас внутриканальные наушники. Напомню, что предыдущая версия это вкладыши. Для постоянной носки комфортно использовать вкладыши. Но это была бы не Apple, если бы не разрушила этот сложившийся стереотип. На опыте использования могу с уверенностью сказать, что к ним привыкаешь. И тому служат инновации, которые далее мы и рассмотрим. Давайте посмотрим, как снимаются амбушюры, пока не забыли. Снимаются они очень легко. Тянем. Крепление пластиковое, что позволяет с легкостью поместить их обратно. Все, проблем никаких нет. Сейчас мы проверим качество звука и сравним с оригинальными AirPods второго поколения. А также подробно рассмотрим режимы шумоподавления и прозрачности. Предварительно я отвязал наушники от телефона. Чтобы вместе с вами провести процесс синхронизации. Открываем кейс. Моментально определяются. И чуть не забыл сказать, что для полноценного использования наушников необходимо iOS от версии 13.2 и выше. А также iPhone от 5 SE и новее. Более старые модели не обновляются на версии 13.2 и будут работать с ограниченным функционалом. После подключения мы видим кранкую инструкцию по использованию возможностей наушников. Управление шумом. Нажмите удерживайте любой наушник AirPods. Все показано в картинках. Показано где пункт управления наушниками. Как его вызвать. Более удобно. Все наушники у нас подключены. Также показывают как и предыдущая версия заряд. Как наушников так и кейсов. Также по отдельности каждого наушника показывают заряд. Проверять буду на современной поп-музыке, которая на мой взгляд имеет разделение на частоты. Низкие, высокие, а также голос. Более половины населения слушают через наушники именно такую музыку. На них и будем ориентироваться. Также отключим шумодав для частоты эксперимента. Шумоподавление отключили. Сейчас как в бочке. Запускаем. Высокие частоты очень хорошо отыгрывают. Сейчас дождусь припева. Там будут низкие. Звук хороший, достойный. Дискомфорта совершенно не чувствуется. Громкость у нас какая. Запомним громкость. Сейчас припев пойдет. Так, так, так. Мне понятно. Сейчас я подключу AirPod второго поколения и послушаю ровно на той же громкости. И потом вынесу вердикт. Сейчас послушаем. Громкость установлена ровно та же. Кстати, еще заметил такую особенность, что каждые наушники запоминают установленную им громкость. То есть, допустим, если я установлю на Pro-версию свою громкость, то на прошлого поколения наушниках будет выставлена своя громкость. Сейчас я не знаю громкое, говорю или нет, так как я не слышу себя. Так, сейчас дождемся припева. Но мне уже понятно. Да, звучат тоже хорошо. Вот, припев. Все. Если в магазине вам скажут, что наушники играют одинаково, разворачивайтесь и уходите. Совершенно разное звучание, при одинаково комфортном расположении. Если вы любитель звонкого, чистого звука, то ваш выбор AirPods Pro. Если вы хотите бомбежку в перепонках, то AirPods первого-второго поколения вам подойдет. Инструментальная же музыка лучше отыгрывает в Pro-версии. Hardcore, Drum'n'Bass, лучший в AirPods предыдущего поколения. Теперь мне еще больше захотелось сравнить эти наушники с китайской Pro-версией. Так как они могут не заморачиваться и установить динамики от i90000 Pro. И тогда обеспечим взрывной бас. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот тест. Если подумать, то возможно это сделано для того, чтобы мы не уставали от долгого прослушивания музыки. Все же это внутриканальные, и они могут выдавать низкие, лучше вкладыши. По звуку определились. Теперь, на мой взгляд, самое интересное, это новые возможности, которые добавили в Pro-версию. Не буду углубляться в подробности, как работают микрофоны. Их тут напичкано много. Какой используется процессор управления наушниками, это оставим техноблоггерам. Важно проверить, хорошо ли эта связка работает в повседневной жизни. Снова установим наушники. Так. Посмотрим, какой режим у нас выбран. Все, с шумоподавлением. Да, шумоподавление у нас активно сейчас. Давайте выключим. В стоковом режиме, как и все внутриканальные наушники, слышимость как в бочке. Ощущение неприятное. Включим шумоподавление. Включаем шумоподавление. Так, я продолжаю разговаривать. Эффект бочки ушел. И я себя чувствую комфортно. И отсутствует эхо. Сейчас открою окно. Послушаем звук с улицы. Абсолютно ничего не слышно. Не знаю, как на камеру передается. То, что здесь ездят автомобили. Гасится звук хорошо. Нет давления на перепонки. И еще сейчас проверю самый любимый инструмент соседей. Дрель. Но сгодится и в нашем случае шуруповерт. Слышно как работает. Но сложно передать словами. Звук, который слышу, не напрягает. И он стал значительно тише. Давайте включим режим прозрачности. О, и тут эффект как от вкладышей. Как будто перепонки дышать начали. Слышу звук с улицы. И окружающий. Ну и себя хорошо слышу. И в таком режиме слышно так же хорошо, как будто и нет наушников. Окружающий звук транслируется через динамики наушника. И поступают ушные перепонки. Управление наушниками теперь это не касание, а нажатие. Давайте проверим. Одно нажатие, play, пауза. Пауза. Два нажатия, следующий трек. Три нажатия, предыдущий трек. Долгое удержание отключает или включает шумодав. Сейчас включился шумодав. Все отлично работает. И как мне кажется, данное управление с помощью нажатия лучше и эффективнее, чем сенсор. Закрою окно. Из-за того, что компания переосмыслила подход к сенсору, ложных срабатываний при установке наушников не возникает. Давайте теперь зайдем в настройки наушников и посмотрим, что возможно изменить. Как видно, можно изменить имя. Здесь я задал имя канала. Также управление шумом. Это мы уже рассмотрели в другом разделе. Здесь можно выключить. Включить прозрачность. Шумоподавление. Выключить. Также возможно задать функцию только на нажатие и удержание. Как левого, так и правого наушников. Например, нажатие и удержание левого сделать вызов Siri. А правым включать шумоподавление. Давайте проведем проверку прилегания к ушам. Что будет удостовериться в правильности выбранных амбушюрах. Так, вот сосед начал сверлить. Вот для чего надо шумодав. Не знаю, слышно сейчас на камеру. Так, сейчас я отключусь. И включусь, когда перестанет сверлить. Посижу в наушниках. Ну все, сосед вроде бы закончил сверлить. Давайте проверим функцию прилегания к ушам, чтобы удостовериться в правильности выбранных амбушюрах. Максимально комфортно расположил. Запускаю проверку. Сейчас, наверное, будет играть какая-то музыка. Результаты проверки прилегания к ушам прошли успешно. Левый наушник и правый наушник. Хорошее прилегание. Вот так. Все остальные функции оставляем без изменений. Автопнажение уха. Пусть будет микрофон. Автопереключение тоже оставляем. Давайте теперь подведем итоги. Цена на момент записи видео высока. И оправданно ли это, только вам решать на основе обзора. Я буду их использовать, так как форм-фактор для меня значительно лучше предыдущего поколения. И можно сказать, что начался тренд шумоподавления. Хоть ранее его и продвигала Sony. Apple добавила огонька в это. Качество звука меня устраивает. Может в дальнейшем на софтовом уровне добавят низов. Наушники прошлого поколения тоже очень хорошие. Надеюсь видео было для вас полезным. Если так, не забывайте ставить лайки и пишите ваши вопросы и предложения в комментариях. Подписывайтесь. Впереди будут серии сравнения оригинала с копией от разных продавцов на Алиэкспресс. Всем пока и до новых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok